Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Культурный слой». Это новый проект телеканала РТВ Иванова. В своих выпусках мы расскажем о самом интересном, что происходит в культурной среде нашего региона. Символично, что первый выпуск начинается с эксклюзивного репортажа из Костромской геологической лаборатории, где специалисты исследуют грунты, лежащие в основании Ивановского театрального комплекса. Новость об отмене всех массовых мероприятий в здании Дворца искусства летом прошлого года стала полной неожиданностью. Началось обследование всех помещений. В октябре эксплуатировать здание разрешили, но исследования продолжились. Мы расскажем, что же вызвало опасения специалистов. Вслед за пробами грунта наша съемочная группа отправилась в Кострому. Именно здесь расположена лаборатория, специалисты которой тщательно исследуют отобранные образцы. Государственная станция агрохимической службы Костромская была создана в 1964 году. Учреждения делают большой спектр исследований агрохимических, радиологических, эколого-токсикологических. В этой лаборатории используют более 800 методик по определению химических элементов в почве, в айдзе, грунтах и даже пищевых продуктах. Можно сказать, что здесь решаются важнейшие вопросы в различных сферах жизни. Каждая поступившая в лабораторию проба не имеет никаких опознавательных знаков, кроме комбинации цифр. Это сделано специально. Уже несколько лет как внедрена система менеджмента качества, то есть все образцы, которые поступают в лабораторию, они кодируются. Исполнитель, тот химик-аналитик, к которому попадает образец по анализу, он не знает, что это за образец, откуда он привезен. Это сделано как раз для объективности и беспристарастности. Большой популярностью среди заказчиков аккредитованной испытательной лабораторией пользуются работы, связанные с проектно-изыскательной деятельностью. Согласно российскому законодательству, перед проектированием либо реконструкцией каждого объекта необходимо провести изыскание, инженерно-геологические или геодезические, в зависимости от сложности конкретного объекта и специфики его расположения. Отдел химико-аналитического анализа специализируется на изучении физических свойств грунтов. Всего порядка двух десятков показателей. Работа кропотливая и весьма монотонная. Любовь Вячеславовна, ведущая грохимик, каждый анализ делает уверенно, без лишней суеты. Так, например, она определяет пластичность грунтов. Доводим до такой влажности, когда жгутик диаметром 3 мм раскатывается и трещинки дает рассыпаться, начинает. Это вот, значит, предел раскатывания. Эти мы собираем жгутики, значит, кладем вот в бюксы, взвешиваем, определяем влажность этих, значит, результатов. И границу текучести. Это когда предел, ну, это состояние грунта, вот конусом определяем Васильева. Специалисту необходимо сконцентрироваться на процессе и фиксировать каждый полученный показатель в журнале. Затем при помощи калькулятора по определенным формулам Любовь Вячеславовна производит расчеты и дает заключение по наименованию грунтов – глина, песок или супесь. Отработанные пробы отправляются на склад. На основании вот всех этих наших результатов, значит, проектировщики принимают решение, какие им там, вот для строительства фундаменты, на какую глубину и там какие свайные, может быть, вот ленточные, там много разновидностей. С полученными в лаборатории данными уже работают геологи и дают свое предварительное заключение – первопричину деформации дворца искусств. Специалисты видят в нестабильности грунтов у основания здания. При реконструкции театра совершенно не был учтен коллектор, так называемая речка Какой, которая убрана, была в кирпичный, в бетонный коллектор, который сейчас в данный момент, где-то у него имеются разрушения и который, в свою очередь, нарушил естественную фильтрацию грунтовых вод в песчаных грунтах, что вызвало суфозию грунта под основанием фундамента, но это своего размягчения и нарушения структуры. Кроме того, были выявлены серьезные конструктивные недостатки здания. Выяснилось, что помещение, в котором располагаются кассы, находится на нестабильных насыпных грунтах. Ситуация не безвыходная, но расслабляться нельзя, отмечают специалисты. Стоит дворец однозначно на несущих грунтах, потому что под слоем песков. Почему песков? Потому что на разной глубине пески разной фракции, разного уровня водонасыщенности, но все это опирается на суглинки, на тугопластичные суглинки, которые, опять же, в свою очередь из-за нестабильного состояния вот этих грунтовых вод, являются зеркалом скольжения, так называемого. Вот эти суглинки, которые являются несущим грунтом, они в то же время могут являться зеркалом скольжения, что может собой являть вот этот сдвиг вот этой правой части дворца искусств. Чтобы предотвратить появление дальнейших проблем, предстоит укрепить несущие конструкции зданий, и, возможно, даже грунты, а также наладить систему водоотведения. Удовольствие это не дешевое. А еще потребуется реконструкция коллектора, по которому текут воды какуя, на данный момент бесхозного. Из обрезшей в бетоне кирпичной кладки вместе с водой в уводь постепенно вымываются грунты, лежащие в основании театрального комплекса. Одна из постоянных рубрик нашей передачи «Круглая дата», и в ней мы рассказываем об интересных людях и событиях. В Театре кукол эта весна выдалась богатой на юбилеи. Их сразу три. Кого же честовали, узнаете прямо сейчас. 30, 40 и 65. Круглые даты в Театре кукол принято отмечать с размахом. На этот раз в числе юбиляров Наталья Громова, Александр Сердитов и Татьяна Тихентьева. Я очень счастливый человек, потому что вот уже много-много лет я работаю в нашем театре, потому что меня окружают мои друзья, коллеги, и потому что вы, зрители, приходите к нам на спектакли. В честь дня рождения актрисы на сцене сыграли Золушку. «Мальчику и сестры позвали на баб, а меня и мне с ними будет танцевать принц. А по мне он даже не знает. Там они будут есть, возможно, они. А я не знаю, хотя никто в мире не любит, не любит его так, как так». Татьяна Тихентьева рассказывает, что Золушка – ее любимая героиня и любимый спектакль. Этот персонаж ей близок прежде всего своим терпением и верой в то, что, несмотря на трудности, все в жизни будет хорошо. Коллеги Татьяны отмечают, хотя этой постановке уже 12 лет голос главной героини все такой же звонкий. «Все мы со временем, конечно, стареем, становимся старше. А Татьяна Васильевна, она вот сумела как-то сохранить свой голосок вот с того времени, когда она пришла в театр и вот до сегодняшнего дня. Это такой же звонкий, такой же молодой голос. Вот. Ну и недаром она у нас до сих пор играет принцесс. Когда Татьяна Васильевна в конце спектакля появляется из-за ширмы зал «Ахает», удивляется и радуется. Это то, ради чего живут кукольники. Хотя, стоит сказать, в театре, в отличие от многих коллег-артистов, Татьяна Терентьева оказалась случайна. «Ты, каштанка, насекомое существо, а супротив человека». У Александра Сердитова, заслуженного артиста России, тоже юбилей, но творческий. В театр я пришел в 1977 году. 40 лет прилетели очень незаметно. Работа очень интересная. Сколько поколений детей уже прошло через нас, как говорится. Если Татьяне Терентьевой достаются роли прекрасных принцесс, то Александру Сердитову не только рыцари и королей в той же «Золушке», но и более прозаичные. Например, в «Столера» Луки Александровича, в «Каштанке». Даже эта планшетная кукла в руках актера вызывает не только сочувствие, но и симпатию. Она очень интересная, очень живая. У нее очень своеобразная фактура. Он может, во-первых, второй актер помогает вторую руку делать. Он может и шапку надеть, может что-то руками сделать. Он очень живой. Кукольники – работники невидимого фронта. Но для нашей передачи они согласились снять забрало, скрывающее лицо от посторонних глаз, и выйти из-за ширмы. Александр Сердитов признается, что больше любит работать с тростевыми куклами. Когда дети смотрят тростевые куклы, спектакль с тростевыми куклами, они не видят актеров, и у них более сосредоточено внимание именно на куклах. И для них как бы больше, более чудеса происходят, кукольные вот именно. А так все куклы, все куклы хороши. Молодые артисты в своей работе стараются равняться на старших. Александр Сердитов для них – пример. У него перенимают опыт отношения к жизни и профессии. Он обаятельный, веселый, артистичный, очень добрый. Он прям, ну, он такой, он как дедушка для нас, для всех. Прям как старший товарищ, он очень хороший человек, очень хороший артист. Наталья Громова, так же, как Татьяна Терентьева, в театре оказалась случайно. И осталась в нем на 30 лет. Я не жалею. Вот, я всегда говорю, что я работаю в самом лучшем театре на свете. Вот, что у меня надежные друзья. И я просто счастлива. Каштанка в творческой биографии Натальи Громовой – единственная безмолвная роль. И все, что нельзя выразить словами, нужно передать через пластику и при помощи различных звукоподражаний. В Каштанке у Натальи самая трудная роль. Не только потому, что главное, а еще потому, что подчинить марионетку не так-то просто. Это и сложно, это интересно. И мне очень всегда нравится работать с режиссерами, которые приезжают к нам на постановки. Ну, конечно, и с нашими родными режиссерами. Но работать с другими режиссерами – это какой-то новый опыт. И им удается какую-то грань открыть в актере новую. Может быть, ему даже и неизвестную. И это очень радостно. Дети, когда смотрят спектакль, принимают Каштанку за живое существо. И искренне переживают за нее. Коллеги удивляются, как мастерски Наталье удается оживить на сцене куклу. Я всегда перед спектаклем, когда он начинается, я смотрю в глаза партнеру. И вот если глаза горящие, понимающие, желающие, так сказать, делать что-то в этом спектакле, вот тогда я понимаю, что человек будет откликаться. И вот у Наташи такой вот взгляд. Она всегда на перспективу работает. Она такая шустрая, она такая музыкальная. Она откликается на всякие находки. Вот это вот интересно у ней. Театр кукол – это место, где происходят чудеса, в которые верят и дети, и взрослые. Верят благодаря таким волшебникам, как герои нашего сюжета. Не так часто, как хотелось бы, театры радуют нас новыми спектаклями. И это понятно, с финансами не просто всем. Но несмотря на это, репертуар ивановских театров к всеобщей радости зрителей обновляется. Только что состоялась премьера в Театре драмы. О ней мы и поговорим с режиссером спектакля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Алексей Иванович Ларичев, художественный руководитель Ивановского драматического театра. Алексей Иванович, накануне состоялась премьера спектакля «Мамаша Кураж» и ее дети. Скажите, почему вы решили обратиться именно к этой теме, взяли этот материал для своего спектакля? Это всегда очень сложный вопрос, особенно если это касается таких авторов, как Бертольд Брехт. Это мы все привыкли к такому повседневному уже слову, особенно на сегодняшний день, как война. Здесь спектакль не показывает войну, он показывает войну где-то... Это не пули-снаряды, это не кровь и бинты. Это то, что происходит с людьми. Это некая война, которая происходит внутри, на неком нравственном фронте. И эта война доходит до предела. Если она доходит до предела, хотим сказать, мы спектаклем, то обратной дороги уже нет, вернуть чего-то уже нельзя. Вот этот предел, откуда возвращаться невозможно, мы хотим показать зрителям. Я правильно понимаю, главную роль в этом спектакле исполняет Светлана Басова? Лично в моем понимании, в моем представлении, это актриса, которая чаще исполняет роли такого комедийного плана, веселые, задорные. Вообще, это беда многих провинциальных актеров, когда их отрабатывают, в чем они могут максимально себя проявить, и дальше ничего не дается. Я думаю, что Светлана Владимировна достойна того, чтобы она в себе смогла открыть какие-то новые ноты, и мы тоже будем пытаться. Опять-таки, я не беру давать каких-то гарантий, но у меня в это вера есть, у нее тоже, и мы, может быть, увидим другую басу, не только в другом жанре, но какие-то ее нотки и свойства ее таланта мы попробуем обнажить. Расскажите нам о музыкальном оформлении спектакля и о художнике, который работал. Это полностью авторский спектакль. Я имею в виду, что и композиторы, и сценография – это отдельные авторы, которые приезжают сюда, которые сотрудничают с театром. Композитор приезжал уже три раза, художник раза четыре еще приедет. Это Олег Яшин из Ульяновска и из Ульяновска же Дмитрий Аксенов, он лауреат «Золотой маски», художник, с которым мы работали. Мы делали с ним два спектакля. Последний спектакль мы делали с ним лет 10 назад. Скажите, пожалуйста, давно вообще идея возникла «Мамашу Кураж» поставить? Год назад просто время, воздух насытился чем-то таким, атмосфера стала такая, что показалось, очень свежо будет сегодня восстановить эту историю по Брахну. Слесарь по профессии, журналист по призванию и мастер по изготовлению украшений из медной проволоки – все это о Владимире Кораблеве. Как из простых материалов рождаются уникальные изделия, мы расскажем в нашей постоянной рубрике «Мастерская». Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой красивый камень в руках мастера может превратиться в изысканное украшение. Удивительной красоты кольца, браслеты, подвески можно делать даже не имея специального образования. Яркий тому пример – гость нашей программы. Знакомьтесь, Владимир Кораблев. Владимир, мы знаем вас как журналист и фотографа газеты «Рабочий край». Как получилось так, что вы взяли в руки проволоку и стали делать украшения? Ну, тут не совсем без специального образования. У меня первый специальный слесарь. И проволоку я держал тогда. И у нас, так скажем, по мастера на конвольном делали очень интересные вещи. Ну, тогда у меня не пошло, а где-то год назад, как обычно, интернет всему научат, увидел, как бы не пошло, а где-то год назад увидел в интернете ссылочку с фотографией, красивые украшения, написанные из медной проволоки. Ну, медная проволока дома была, поэтому решил попробовать. Ну, вот так постепенно и увлекся. Конечно, постепенно узнавал тонкости с разных сайтов. Увлекается этим очень много людей по всему миру. Поэтому советы найти легко. Какие материалы идут в ход? Можно использовать любую проволоку? Да, подойдет любая. Самый простой экономичный вариант – использовать обычную проволоку из проводов. Она та же медь, если по экономике просто… Если покупать ее в магазине увлечения, у вас получится, ну, где-то в 10 раз дороже ее. Не понимая, из-за чего там такая цена, я беру обычную проволоку. Любую, ну, как бы по советам. То есть подойдет проволока от 0,5 миллиметра. Ну, точнее, если тонкая, оплеточная от 0,3-0,4 миллиметра. На этом столе я вижу скалку. А для чего сей необычный инструмент? Почему необычный? Это удобный предмет для формировки формы браслета. У меня их несколько, на самом деле, дома, потому что женские руки, они разные. И вот формируется браслет по ней. Дело в том, что для данной работы инструменты нужны те, что есть под рукой. То есть, конечно, вот очень хорошо иметь вот такой инструмент с пластиками, губками, которые не рвет проволоку. Допустим, его нету. Хорошо, берем обычные плоскогубцы, берем медицинский пластырь или малярный скотч и просто обматываем губки. Получается то же самое. Нет ригеля для колец. Ну, нету. На самом деле, свой размер там вы знаете. Берете, ну, чаще всего, этот клей канцелярский тюрьм. И под размер, тем же малярным скотчем, под нужный размер, его подгоняете. Вот, в принципе, вот нету, ну, или не хочется покупать вот эти вот алмазные надфили. Надфили, пилки для ногтей, они те же алмазные. И так же могут использоваться. Поэтому инструменты, на самом деле, ими обрастаешь. Глядя на всю эту красоту, можно заметить, что узоры практически не повторяются. Где черпаете идеи для творчества? Находишь в интернете, начинаешь рисовать, и вот, ну, и получается. И плюс помогает то, что я все-таки помастер сказки станков. То есть переплетение, по сути, у меня идет, все виды сказки переплетения саржевые, прямой, прямой и так далее. То есть те же узоры на ткани, которые мы делали на сказковом станке. Сложно человеку неподготовленному научиться? Да, конечно, как бы подготовки-то особой не надо. Что здесь делать, если вот начатый, как бы, кулон. Здесь идет четыре снизу и два туда. Вот оно идет. Тут есть один, как бы, секрет, как мотать проволоку. То есть ее нельзя мотать вот так. Она быстро порвется, поэтому мотаем. Проволочкой висит вот так. И дальше второй виток просто перебрасываешь. Проволока любит крутиться сама по себе. И как она хочет. И пусть она крутится. Конечно, там дальнейшая обработка. Я состариваю проволоку дальше. То есть в мяких порах и мяка. Можно в яйцах состаривать. В обычных? В куриных. Кстати, сразу скажу, что проволока пальцы режет. Моим уже не страшно, но лучше тем же медицинским пластырем при работе обматывать. Потому что порезы могут быть очень нехорошие, на самом деле. Ну, тут усилий никаких не надо. Поэтому так один я сделал. Доверите, да? Да. А дальше, когда вот... Если доплетем, то... Уж как ее обогнуть вокруг камня. Там уже надо просто придумать. Я заранее не рисую. Проволока, бывает, согнется так красиво, что и думать не надо. Да, увлекательное занятие. Особенно, если никуда не торопишься. Я, конечно, делаю лежа, глядя телевизор. Удобно? Ну, да. Когда живот большой, на нем все. Неожиданное откровение. Ну, если дома нет места другого. Смотрите, у меня получается? Ну, все, да. Замечательно. То есть наверх теперь? Теперь я наверх. Красота. Спасибо большое, что уделили нам время. Было очень интересно. Спасибо. От чего зависит впечатление музея? Не только от внешнего вида здания, интерьеров, радушного приема количества экспонатов. След, который останется в нашем сознании, это чаще всего деталь, штрих или история. История одного экспоната. В богатой коллекции музея имени Бурыльна тысячи экспонатов. Причем некоторые из них меньше ладошки. Например, медные бородовые знаки 1705 года. Вы, наверное, слышали, что в начале апреля в России отмечается День бородача. В Москве проводят чемпионат бород и усов. Есть такой праздник и на международном уровне. Его отмечают в первую субботу сентября. Доподлинное происхождение Всемирного дня бороды неизвестно. Кто-то считает, что такой праздник был еще у древних викингов. А кто-то связывает его с эпохой Петра I, который в 1698 году постановил брить бороды. А спустя 7 лет вышел новый указ об учреждении пошлины. Купцы первой статьи должны были платить 100 рублей. Служилые люди, царедворцы, должны были платить 60. Боярские люди 30 рублей, а крестьяне по две деньги при въезде и выезде из города. Надо сказать, что совершенно освобождались от налога, от этой пошлины, священнослужители. Это были значительные деньги. Мало того, кроме налога на бороду, в общем-то, население России платило очень значительные суммы, обротка и различные поборы, в том числе на ношение, например, старомодной одежды, на бане и так далее. То есть это дополнительная была такая финансовая нагрузка на все слои российского населения. Российское государство нуждалось в средствах на проведение реформ. Денег требовала и затянувшаяся Северная война. Доказательством уплаты пошлины как раз и служили бородовые знаки, на которых написано «деньги взяты». Они являлись металлической квитанцией за оплату привилегии. Один из знаков даже покрыт позолотой, что само по себе говорит об особом к нему отношении. Те люди, которые не имели его при себе, подвергались штрафу. Их дела и прошения не рассматривались в присутственных местах. И, собственно говоря, те же, кто вообще не имел этот знак и не оплатил ношение бороды, а оставил ее себе, тех прилюдно били кнутами и могли даже сослать в каторгу. До 1715 года пошлину платили по статьям, а после – 50 рублей с человека в год. Такая система продержалась до Екатерины II, которая эту пошлину отменила. Вот такая история. На этом все. Новый выпуск передачи «Культурный слой» ждите ровно через две недели. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok